16 января 1943 года проходила массовая казнь членов подпольной молодежной организации «Молодая гвардия». Их казнили в течение всего января 1943 года. На 16 число пришлась самая массовая казнь. Сразу после оккупации Краснодона летом 1942 года в городе возникли и молодежные подпольные антифашистские группы. «Молодая гвардия» просуществовала менее полугода. За это время участники организации выпустили и распространили более 5000 антифашистских листовок, участвовали в проведении диверсий. А в ночь на 7 ноября 1942 года молодогвардейцы водрузили 8 красных флагов на самых высоких зданиях Краснодона и прилегающих к нему поселков. А после сожгли биржу, на которой регистрировали людей на принудительные работы в Германию. Также молодогвардейцы устраивали засады на дорогах, громя немецкие машины. Аресты молодогвардейцев начались в первые дни января. Все молодогвардейцы стакнулись со страшными пытками. Часть ребят погибла во время пыток. Остальные вместе с трупами в ночь на 16 января 1943 года оккупанты сбросили в 58-метровую шурф Краснодонской шахты номер 5. Поверх немцы бросили несколько шахтерских тележек и пару гранат. 14 февраля на рассвете в город вошли советские танки и пехота. После освобождения Краснодона изуродованные тела молодогвардейцев были поняты из шахты. Молодая гвардия стала одним из символов великой победы нашего народа над нацистской Германией. Подвиг юных молодогвардейцев – это яркий пример безответного служения своей отчизне народу.